Заварихин Строе стрелянные, да и по бородати его, дружественно посмеивались на размашистые откровения непуганного пока увольня. «Мы теперь сила! Мы можем всё!» — бубнил Заварихин широкой ладонью, как моржовым ластом, сдвигая бутылки, как бы за тем, чтобы просторней стало мыслим. «Вот ничего не имею, а погоди, всё приберу. Врёшь уж меня не согнуть тогда, можем и подождать. Как верёвочка, не вейся, кончик ей бывает. И вот я вас беспристрастно угощаю, чтобы вы поняли, кто он есть таков Николай Заварихин». Временами голос его начинал звучать с такой режущей силой, что приятели, подзатихнув, с опаской поднимали на него глаза, как на восходящие зубатые светила частного рынка. «Мне мамонька сказывала, будто я в мир с сожжатыми кулаками пришёл. Ввалился, как один цыган предсказал, что буду миром владать. И что ж, эв, готовы мои руки? Пожалуйста. Я ведь жестоковатенькой, потому как имею собственную голову на плечах. Вот посажу Валенок к себе в магазею, а сам в баню пойду, и Валенок мой страх на вас чертей наводить будет. То-то!» Приятели только глазели да перемигивались на озорное Николкино хвостовство. «Ну, гуди ты потише, чертила эткая, то и нас с тобой заедино в железный кузовок положат!» Смеялся один в холёной раздвоенной бороде затей бухвостов из всех самых бывалых покусывая ус. «На воле ты рос, парень, видать, кнута не вкушал, хомута не нашивал!» Всем тогда врезался в память лишь на минутку пугающе значительный, но чуть позже просто смешной облик Заварихина, как он вознёс над столом судорожно скорченные ровно перед мёртвой хваткой пальцы. Было в нём что-то дурашливого лесного зверя, что, вложив в голову в западню жизни девицу удобству этого просторного и прохладного помещения, доселе пустовавшего по недосмотру прочих удальцов. Он был просто пьян в тот вечер, хотя и выпил досущие пустяки, так что кураж его происходил не от пива, а скорее от сознания первой одержанной победы. Человечество представлялось ему тёплой и покладистой компанией, где лишь одного его не доставало для всеобщей равновесия, и это бахвальство, естественно, задевало не менее цепких и самолюбивых собутыльников. Стремясь перещеголять приятеля в житейских удачах, Бухвостов тоже решил похвастаться одним недавним приобретением. Речь шла о кобылке шестилетнего возраста, якобы самопервейшей лошадиной красы, гнедые острые ушки, лобединые шеечка, ровные подковочки, ну что твои каблучки? Помянутые стати сопровождались соответственными деловыми достоинствами, с собой сухая, на бегу приёмистая, да пространство злая, так и рвёт всё по клохим, да прочь откидывает. У бородача Бухвостова имелось процветающее извозное предприятие, он и сам походил на коня, а расчёсанная надвое борода его была яростно буланово цветом. Уж ладно, полно хвастать-то нахваливает, нам ведь не венчаться с ней, зудил его третий приятель Царапов, старше всех и морщинистей, с самыми ворватыми глазами, и всё толкал в бок за поддержкой четвёртого, самого молодого в компании, без фамилии пока и личности. И так они по конной части распалились, что тотчас по предложению затеи Бухвостова решили все оравы отправиться в цирк полюбоваться на лошадок. С шутливой перебранкой покинули они недостаточно увеселительное место, и всей четвёркой, погрузясь в извозчищу, до земли прогнувшуюся пролётку, поехали на бульвар, где цирк. Милиционеры косо поглядывали на эту неустойчивую пирамиду поющего и возглашающего мяса. Не рассчитывая на особое удовольствие, лишь бы время без скуки провесть, приятели избирались устроиться подешевле, пускай хоть выше галёрки, если от Теда видать. Выяснилось, однако, что оставались только дорогие ближние ложи. Выступления штроботистки Вельтен сопровождались всегда неизменным успехом. Долго колебались, не закатились ли куда позанятней, но их всё подпихали к кассе, и вдруг оказалось, что билеты уже взяты. Ворчаны Заварихина за напрасную растрату основного капитала приятели шумно ввалились в ложу, представление давно началось. Внизу на арене бескостные полуголые люди, между ними женщины средних лет, совершали различные опасные поступки, кроме того, производили бесстрашные хождения по проволоке в доказательство полной своей тверёзости, как пошутил Иван Иванович Тарапов. После того, как шелудивые собачки свизгом попрыгали сквозь огонь, а пожилой и невесёлый шут Гороховый с приставными усами сыграл щекотливую полечку на метле, вышли вроде отец с дочкой в жилетках из стеклянного кружева. Они принялись перекидывать тарелками, после чего родитель маленько подержал её себя на лбу, пока она швыряла шарики, лошадок всё не было. Чтобы не скучать, предусмотрительный бухвостов предложил распить бутылку бархатного, прихваченную им за полою, про запас, как вдруг вся публика поднялась и оживлённо двинулась кто в буфет, кто до ветру. В Антракте коммерсанты тоже подкрепились по маленькой для дальнейшего благорасположения духа. Между прочим, в толчье у Заварихина пропали военный билет и накладная на ценный товар, но, к счастью, на другой день всё отыскалось, из-за оторвавшейся подкладки под семечками. Однако из-за суматохи, связанной с поисками, на места приятели вернулись с запозданием, музыка играла нечто придушное, как бы наперёд оплакивала кого-то, видно, для затравки. Раскат-рив всё кончилось с лёгким флейтовым воплем, после чего повторялось сначала. Вдруг скрипки заверили в круг неумолимого, как шаги судьбы ухань и ретавров, из-за раздавшейся униформы выбежала вельтами. Своим голубым трико, с чёрным развивавшимся на лету плащом, она напомнила Заварихину одну красивую, в детстве дразнившую бабочку, которой так и не удалось ему прихлопнуть ладонью, чтобы дознаться до причины её приманчивой прелести. На пути к вельтам луч прожектора скользнул по Заварихину, он сидел весь подавшись вперёд, поглаживая малиновый бархат ложи. Несмотря на волшебную тайну, подобно безвоздушному пространству, всегда отделяющие зрителя от артиста, он тотчас узнал её. Ну да, совсем недавно он стоял рядом, и она касалась его чуть близоруким, смеющимся взглядом, наступившая вслед за тем тишина содержала минуту, переломную в жизни Николая Заварихина. Ну-ка, дакось, афишку почитать, кто такая ловкая девочка? Протянул было руку бородач, но Заварихин листиснул ему запястье и не выпускал. «Пусти же дубина, чёртова! Кость сломаешь!» рычал тот и изгибался, царапая бородой Николкино ухо. Лишь когда артистка поднялась в купол и сбросила чёрные, в кость порхнувшие крылышки, а верёвочная лестница сама упала на арену, отрезая путь к отступлению, Заварихин дал пощаду спутнику. Проступившие было в памяти подробности давней встречи, и связанные с нею до сей поры нерассеянные чувства неприязни к Векшину стали блекнуть, уступая место незнакомой скованности и, пожалуй, тревоге из-за этого чужого человека наверху. Заварихин огляделся, никто кругом не делал и попытки остановить то, что неминуемо должно было совершиться через минуту. Напротив, все с явным нетерпением посматривали на шёлковую петлю, что игриво покачивалось, видать, по мере приближения тёплой девичьей шейки. Единственное, чтобы избавиться скорее от стеснявшего наваждения, Заварихин торопил, гнал глазами вверх, это бесконечно слабое существо, а ты не приобретавший странную власть над его свободой и мыслями, если не деньгами. Никто впоследствии, даже памятливые на несчастные случайности цирковые ветераны, никто не сумел отускать в прошлом что-нибудь подобное Заварихинской выходке. То ли жестокий восторг зрителя, который невольно всегда ожидает несчастного конца, или же охватившие Заварихина внезапно из-за утраты себя пустота, в которую не на что было опереться, толкнули его на тот безумный поступок. В самую крайнюю минуту он рванулся с места и выкнув слово, он выкнув слово столь неуместное в той обстановке, что у дальних осталось сомнение, не ослышались ли. Когда служители и добровольцы из публики двадцать рук и уже одного уводили Заварихина, протрезвевшие приятели исчезли в самом начале скандала, он двигался как пьяный, не проверяя признаков ни сопротивления, ни раскаяния. При составлении протокола Заварихин все искал глазами пострадавшую и сам вроде порывался бежать к ней. Во всяком случае, на расспросы стал связано отвечать лишь после сообщения, что вопреки опасениям все обошлось хорошо. К тому времени в директорский кабинет до отказа набилось освободившиеся еще в полгримец циркачи и те из зрителей, которые желали своим свидетельством ускорить возмездие злодею. Наголу выше всех преступник стоял у стены и ко всеобщему негодованию не озирался затравленно, как ему полагалось бы, облаженно улыбался своему ознобляющему ощущению чуда, вплотную прошедшую мимо. Не глядя в бумагу, Заварихин кое-как подписал милицейский протокол. Там беспристрастно говорилось, что во время опасного номера Штрабат, состоящего в кидании с петлей на шее со значительной высоты цирка, то находившийся в подпитии гражданин Заварихин, владеющий галантерейным ларьком на Благушинском рынке, с невыясненной целью выкрикнул слово «разбейся», каковое могло иметь смертельные последствия для артистки Геллы Вельтон. В скобках было проставлено подлинное Танино имя. И примечательно, никто из собравшихся, тем более сам Заварихин, не обратил внимания на бритого в опрятной черной шапочке старичка, который все это время кипятился больше всех, то и дело наскакивая на виновного, хватал за руки, пытался трясти его, не более успешно, впрочем, кем это удается при бойной волне в отношении ненавистной скалы. «Ты знает, ты знает, что совершал!» Коверканными словами кричал он, плача от Переждова. «Ми бедный артист, ты гадкий купец, ты платил рубль, хотел покупать смерть! Эрмордунг!» И под конец разродился такой гневной и быстрой немецкой скороговоркой, что, оторвавшись от бумаги, милиционер с интересом посмотрел ему в рот. «Ладно, хватит!» неожиданно поднял голос Заварихин, лишь теперь ощутив буквально с ног его валившую усталость от окружающего шума, хмеля, от самого себя, наконец. «Но уберите, сколько с меня следует за все приключение чохом! Все забирайте!» И привычно полез было за деньгами, вызвав тем самым целую бурю гнева, кстати, так им никогда и неосознанно. Уже звезды заволакивались тучками, а в благушенских курятниках пели вторые петухи, когда Заварихин постучался к дядьке в дверь. Пока просыпался старый Пльхов, племянник отошел на середину двора, широко расставив ноги, глядел в небо. «Разбейся!» повторил он вдруг голосом вопросительным и глухим, пытаясь осмыслить свой поступок. «Освободи от своих пут, мою силу, не дай мне сгореть от тебя!» приблизительно такое значение вкладывал в его хулиганскую выходку сочинитель Фирсов, по привычке стремившийся приукрасить своих сомнительных героев, да еще осмелился приписать благушенскому торгашу какое-то подсознательное моление о великой боли, без которой якобы мы никогда не стать достойным ее. По Фирсову Заварихин несколько раз на приличном расстоянии издали провожал Таню по окончании церкового представления, пока Таня порешилась справиться у него о причинах столь лестного, неназойливого и потому несколько разочаровывающего постоянства. Примечательно, что так же, как и он, она узнала Заварихина сразу после единственной мимолетной встречи. И якобы по Фирсову герой ответил героине какой-то несуразный комплимент, выражавший меру и восхищение, а тогда смеялась польщенно и взволнованно, потому что еще не случалось с сею даже и такого простенького приключения. Одно было несомненно в Фирсовском варианте. Оба героя настолько и каждый по-своему были подготовлены ко всему дальнейшему, что это помогло им незаметно миновать томительные условности начальных отношений. На самом деле Таня просто зашла к Псхову посоветоваться о будущем своего брата, как раз, когда Заварихин в поту мужского неумения пришивал к рубахе оторванные при стирке пуговицы. Слепительное солнце сверкало в апрельских лужах, а девушка после долгой и быстрой ходьбы выглядела осколком того полдня. Отсутствие хозяина тоже способствовало успеху их первого неловкого общения. Лишь бы заполнить чем-нибудь время ожидания, Заварихин придумал угощать гостю чаем, накачав бензинку до взрывного предела, он принялся мыть посуду и от усердия раздавил стакан, отчего струйка воды и раковина окрасились кровью. Пока Таня не искала чем завязать порез, Заварихин успел перетянуть палец подвернувшейся бечевкой, даже приложил к порезу паутинки из угла и то только ради успокоения своей дамы. Все способствует сближению и ее стеснительные, но лестные тревога по поводу возможного заражения крови и его высокомерные от преизбитка сил пренебрежения к собственному здоровью. Ох, все это сущие пустяки, да давно ли они к нам в деревню докторята ваши и прибыли, у русского народа от веку бабки были, да знахаре, а гляньте, какого росточку вымахал, у Европы перед нами шапка на земь валится, мелкие мурашечки бегут. Заварихину просто повезло на том крохотном несчастье, при их одинаковой любовной неумелости им пришлось бы долго искать предлога для тех желанных и тайных соприкосновений, какими сопровождается взаимное узнавание. Самое чаепитие напоминало кукольные забавы детства, когда лебая нехватка или неудобство лишь умножает удовольствие и тесный застеленный ветхой клеенкой стол, и щербатая пшховская сахарница с последним куском на двоих и прежде всего полная уединенность от мира. Таня была чуть старше Заварихина, но ему именно не нравилось, как она избегала глядеть на него из боязни выдать едва приметные пока птичьи лапки под глазами, а заодно тревожные, полные воли, блеск надежды в них. К концу встречи у Пшхова они стали скорее сообщниками пошалостем, чем друзьями, но уже настолько обозначалось обоюдное влечение, что Фирсову оставалось лишь догонять событию. Подоспевший к средине третьей встречи автор одобрил начатый самой жизни вариант и серии не слишком тонких хитростей постарался подхлестнуть наметившийся ход вещей. Внушив Заварихину стыд за скверную выходку в цирке, он надоумил его снести артистские цветы в знак раскаяния, чтобы, кстати, смягчить озлобление, пока еще не ревность пуглим. К беседе наедине, причем никогда еще не попадало столько речевых находок в невод фирсовской записной книжки за один улов, Фирсов сумел дополнительно покорить Заварихина преувеличением мировой Танины известности. Сильного тянет к сильному. Заварихин дарил своей привязанностью лишь отмеченных благоволением удачи и как огня обижал всего разорявшего душу жалостью. Что касается Тани, ее не приходилось толкать к Заварихину навстречу. Только фирсов, да отчасти еще пуглю было известно тогдашнее, настолько ужасное при немраченой улыбке душевное состояние Тани, что сама спасение свое видела в размашистой, неразмышляющей заварихинской силе, способной защитить ее от некоторых все чаще проявлявшихся страхов. Всегда готовый к превратностям судьбы, Заварихин обзаводился вещами лишь самой высшей прочности, в чем видел наивысшую красоту. В числе ценнейших покупок того месяца оказался непромокаемый с капюшоном, весьма пригодившийся в его позднейших заключениях плащ из той надежной ткани, что употребляется на чехлы для пушек, да еще на пожарные рукава. Его-то и обновил Заварихин для своего визита к звезде отечественного цирка с букетиком весенних цветов по научению Фирсова. Чтобы не ронять деловой репутации в глазах приятелей, если бы попались на пути, он спрятал до поры свое хрупкое подношение в просторном и жестком коробе кармана. Заварихин отправился к Тане в ближайшее воскресенье, совпавшее со старинным праздником русских, упорно державшимся советском календаре. Торжественная и пустынная тишина стояла в городе, и если мастер Псхов двигался в тот день медленно, словно вслушивался в незадихший для него колокольный благовест, смиренно размышляя о так и не достигнутом никогда, то племянник его напротив шагал сожженным махом и буквально все кругом полураспустившиеся на деревьях молодая листва, обжигающий посред майского ветра, верный признак погодного денька, все сулило ему исполнение самых необузданных желаний. Едва открылась входная дверь, Заварихин легонечко, чтобы не приклинить повреждения престарелому организму, подстранил перепуганного пугля Танина наставника, шагнул в прихожую и в свою очередь почтительно оробев, замер с кортузом в руке. За порогом открывалась обширная хоть картина либо вывески писать, залитое светом помещение, звезда цирка стояла посреди него, шагах в десяти от вошедшего, сплетя ладони на откинутом назад затылке и как будто на пределе, если не полного по причине пугля одиночества, то какой-то неодолимой тоски и еще показалось Заварихину в черном вся, несмотря на вдвойне светлое утро. В действительности из темного имелся на Тане только коричневый пуховый платок на плечах, так что обманчивое впечатление отчаяния складывалось из какого-то застарелого утомления в ее лице до силуэтности ее фигурки на фоне огромного мансардного окна со зрелищем синих, поминутно возникающих в облачном небе и тотчас пропадающих промоем. По всему было видно, что Таня стояла так уже бесконечно долго прищурясь и покачиваясь подобно маятнику, между тем, как буквально все остановилось вокруг нее, и, как бы ни Заварихин, она простояла бы вдвое дольше в потоке вторгавшегося через окно зеленоватого рассеянного света в напрасном ожидании чуда, которое в ее возрасте просто могло и не произойти. Она близоруко обернулась на Заварихинское прикашливание и так разительно была в ней перемена, что ему почудилось, будто она в раз оделась в нарядное подвенечное платье. Ну, это известный скандалист Николай Заварихин, непрошенный на куличи приперся. Назвался он с запинкой понятной неловкости и вдыхая вкусный чад подгоревшего теста с какой-то особо завлекательной начинкой. Но ежели не вовремя, так вы со мной не стесняйтесь, опять же, я вам тут в сенцах наследил. Сыр еще на улице, не узнавая своего голоса, все равно о чем спросила Таня. Имеется кое-где, но так через часок другой, так полагаю, везде пообсушат. А то только пальчиком шевельните, я вмиг назад смотаюсь. Чуть скосив глаза, словно не доверяя, Таня вглядывала с Заварихина как в судьбу и, кажется, лишь умоляла его быть помилосерднее. Наоборот, я ужасно рада вам, Николай Заварихин, раздельно назвала она его, приучая себя к его имени и помолодевшая, улыбнулась в тайной надежде, и тачаро качнулся какой-то другой незримый маятник событий, словно после долгого цепенения стронлись ходики на стене. А мы вот тут с Пуглем гадали, чем бы нам заняться, и как же вы нам помогли. Ну, теперь ясно, будем обедать с вами, присаживайтесь к столу, Пугль отнеси, поставь какой-нибудь его ужасный брезент, и, кстати, попроси лишнюю тарелку у хозяйки, ну, если она по случаю праздника хотя бы в сносном настроении. Заодно Таня предупредила Заварихина, чтобы на кулись с Пасхой не рассчитывал, это с хозяйской кухни исходила ароматная тестяная гарь. Ведь она, Таня со стариком существовали налегке в состоянии проезда из одного цирка в другой, и обеда они брали в ближайшей столовой. С убедительной искренностью Заварихин отказался на отрез, он уже пообедал по-крестьянски в полдень, чтобы больше дня оставалось впереди. Да и отправлялся он сюда не рассиживаться заперти, а захватить с собой и звезду цирка, да и закатиться куда-нибудь до самого вечеришка. Неизвестно, что происходило здесь за минуту до Заварихинского вторжения, видно что-то мучительное, запущенное, садное, судя по тому, как Таня с нескрываемой благодарностью потянулась к нему, лишь бы не раздумал. Хорошо, но только не зовите меня звездой цирка, ладно, не люблю, но куда, куда? А куда глянется, слава тебе, вольный и пока? Вы тут кушайте, а я погляжусь, на картинке вашу полюбуюся, и со вздохом притворной зависти он обвел глазами развешанные по стенам афиши. Все про вас, все про меня, горько улыбнулась Таня. «Слава-то, захлебнешься?» Она скользнула по нему умоляющим близоруким взором. «Не завидуйте. Слава-то, слава-то, высокая гора, выше, страшней. Ну, ладно, посидите, мы спуглим, быстро обедаем». И тогда этот черт толкнул Заварихин напомнить артистке про неминучую всюду эту шелковую петельку на афишах, местами вплетенную даже в орнамент. Он все равно не понял бы никогда, почему такими напуганными глазами уставился на него старик, почему до конца обеда сама она не отзывалась на вопрос и шутку, лишь ту же куталась в платок, так что заострялись плечи. Впрочем, Заварихин тоже поеживался, когда ветер с налету сочился сквозь кирпичную кладку дома, заставляя дребезжать оконное стекло. За то время, пока в торопливом молчании проходил обед, Заварихин огляделся. Пара тощих подушек, а главное соседство столика с суймой флаконов и безделушек неизвестного Заварихину назначения указывали, что узкий под клетчатым дорожным пледом диванчик и служил артистке постелью. Угадать же, куда пристраивался на ночь старик, Заварихину не удалось. Сидя, что ли, спал в неглубокой нише за легкой занавеской, где сейчас, судя по знакомому зловонию, пряталась керосинка. Кроме перечисленной мелочи, церковым постояльцам принадлежало здесь только скрытые под пыльной кружевной накидкой, стопка чемоданов в углу с зеркальцем на самом верхнем. На всем лежал отпечаток походной, если даже не нищенской жизни, кроме неожиданной здесь кучки невразимо ярких поверх пледа точенных детских игрушек, полусоскользнувшие со штыря цветные кольца распространяли дразнящий запах дерева. Однако нигде не видать было ни колыбельки, ни стирных тряпиц на бечевке, чем доказывалось либо наличие второй подсобной коморочки позади, либо обычной женской предусмотрительности на случай посещения неженатого пока мужчины. Я тут все следила за вами украдкой, за Варихин, как вы приглядывались ко всему, словно на обыске, ну, право, собирая грязную посуду после обеда, сказала Таня, ну-ка, признавайтесь, что вы успели высмотать у нас? Ему пришлось по душе такая прямота, с места помогавшая выяснить характер их будущих отношений. Ну, как вам сказать? Так чистенько живете, в аккуратности. Извиняюсь, комнатка это у вас одна или там запасная имеется? Нет, вся я тут, призналась Таня, таким тоном словно извинялась. А что вы для чего это спросили? Так временность во всем чувствуется, как-то корешков жизни незаметно, пожалуй, плечами. У лесной птахи и то барахлишко, пожалуй, в гнезде больше наберется. Мы циркачи, простодушно улыбнулась Таня. Мы и есть птахи, неоседлые даже, а пролетные. Вот заслышал он, где в барабан бухают, в трензеля бьют, туда и летим на огонь. Мы спуглим и единенно живем, кроме брата Дмитрия, нет у меня в целом свете никого. Заварихин выслушал ее с видом вежливого недоверия, с каким рассматривает сомнительного качества товар. В его привычках было даже при очевидных достоинствах интересоваться товаром и с изнанки. Да но ведь как? Ведь как чем меньше родни, тем расходу меньше. С готовностью подхватил заварихи. А детенчик вас, извиняюсь, промежу прочим, он говорит, с нянечкой сейчас гуляет в данный момент, или как там в глухой провинции где у тети содержится и даже подался чуть назад, чтобы не повредить дело неосторожным расспросом. А то ведь я так гляжу, хлопотли с ребятами по материнству при разъездах-то, а? Один пока у вас или тоже для равновесия уже парочка. Ах, вот вы о чем спросили, догадалась Таня, проследив с Николкиным взгляд и рассмеялась так заразительно, как никогда не умеет ложь. Обожаю детские игрушки Николай Заварихин. И теперь это имя в ее устах прозвучало как пароль жизни. Ни сластей, ни нарядов, ну ничего мне не надо, вот яркие игрушки страсть моя. Видать, с детства не балована игрушечками, это проницательно догадался Заварихин. Ну, конечно, и по этой причине тоже уклончиво согласилась Таня. За полчаса проведенный на квартиру у Тани, Заварихин неоднократно задерживал взгляд на ней, не в силах разгадать причину странного, все не покидавшее его беспокойство. Дразнило какое-то существенное несходство между этой необъяснимо усталой, до застенчивости скромной девушкой, то и дело принимавшейся без необходимости оправлять скатерть на столе, и той голубой крылатой на трапеции под куполом цирка победительницы смерти, почти фортуной, наделяющей успехом всякого, кто раньше прочих запасется благоволением. По счастью, до самой их разлуки он так и не разгадал сообщества этой подмены. Но такая же бессознательная жалость все время толкала Заварихина поскорее умчать ее отсюда, подальше от этого дохлого старичка в ермолке, распространявшего вокруг себя невыносимую чистоту и скуки, от злой хозяйки, от керосиного смрада, от всего, что его самого больше получаса повергало в тоску и раздражение. Ну вот я и готова, Николай Заварихин. Так куда же мы теперь? Загородом сейчас все привольнее, с облегчением покидая тесные кресла, сказал Заварихин. Самая пора, воздух сейчас звенит, дерева ровно потягиваются с просонок, а воды, вода сейчас совсем шальная, нигде покоя не сыщет. Айда! Он и произнес-то всего две-три фразы в описании загородной природы, но столько грубоватой, заманчивой прелести душевного здоровья раскрыл Стане и о тугой и емкой крестьянской речи, что она одобрила Заварихинский план без колебаний. И словно с ее согласия на эту прогулку начиналось исцеление от чего-то, она рванулась одеваться, пока не отменили ее надежды, и все падало у нее из рук, а старик виноватыми глазами покорно следил за ему одному понятной суматохой своей воспитанницы. Через минуту Таня оказалась в нарядном на синей пушистой подкладке плаще, и в очень молодившей ее из-за голубого вуалевого облачка крохотной шляпки ее вид заметно польстил Николкину самолюбию. Пугль молча проводил их до лестничной площадки, сейчас он был в зеленом коротком фартуке и с пуховой метелочкой в руке, не имевшей другого смысла, кроме того, что хоть как-то оправдывало его существование в мире. Один момент молодой шелефеек задержал он Заварихина за рукав, пока Таня стремительно спускалась вниз. сохраняет Таня, пожалуйста. Она такой крупкий внутри, легко сломать. Я очень много лет стар, но я больше крепкий. У Заварихина нашлось терпение дослушать его до конца. Э, ничего, не кручите, папаш, все будет в аккурате. Разве мы двери какие, не разумеем. Ну-ка, держи пока табачок, бери-бери, в следующий раз кофейком Заварихина попоешь. Наугад, зачерпнув из кармана несколько монеток покрупней, он сунул их в пугливую ладонь и пожрал ее, чтобы не выкатились наружу. Давно постигли гулки и шорохи в лестничном колодце, а старик все держал в распременной ладони, все разглядывал, чаевые за услуги, на которые истратил полжизни. Постепенно бессильная старческая ярость его лице сменялось выражением сперва просто негодование, потом раздумья и, наконец, мудрого смирения перед естественным ходом вещей. Он был готов и не на такие жертвы для Гелли Вельтона. Грубий, грубий русский мужик, да, рассудил он непреклонно и вслух. Абрмысь, Таня, мы сделаем из-за этого чищел большой шелфейку. Почти беззубый рот пугля искажал слова сильнее, чем его нерусское происхождение. Грохотя под ковками сапог по ступенькам, Заварихин пустился вдогонку за Таней, которая давно ждала у его подъезда, придерживая шляпку от ветра, вплотную облеплявшего одеждой ее фигуру. Держите за стенку, а то унесет вас Заварихин, Николай, крикала она издали ему и как-то упростительно слушалась в звуке этого имени. Ветерно-то как в мире, как чудесно, это в наших краях вольготно, вот где хорошо сейчас, в голос откликнулся Николка, захлебнувшись воздухом, а ветру столько у нас, знаете, что баба его руками ровно реку разгребает, чтобы когда колодца пройти, бывало, знаете, гармонь в соседней волосе заиграет, а ветер как почтет ее в клочья рвает, и все балует, и балует с песней, и балует все с ней, как котенок, а в котенке верстас гаком, вон она у нас как, и вы тоже, наверное, на гармонии играете. На селе когда-то приходилось, со всеми шалостями распростился теперь, негде тут, да вроде как-то и за разум брат с пора, он огляделся, прикидывая в голове план праздничной прогулки, имеется у меня закадычный приятель поблизости, Шурин, не Шурин, а вроде как по будущему острогу кум, пророчески сболтнул Заварихин, почти касаясь губами ее уха, потому что грохотящий по крышам воздух заглушал человеческую реку. Мы ходем-ка к нему для начала. Зачем? Остереглась она его порыва. Положитель, звезда, цирка, гела, полностью наторгаша Николку Заварихина. И такое обещание чудес считалось в его властном взоре, что Таня безоговорочно отдалась на его волю. Они отправились в путь, взявшись за руки, раскачивая ими на ходу, полдороги Николка забочно молчал, то ли заранее, сожалея об ускользающей холостяцкой свободе, то ли из неуверенности захватить ли затею бухвостого дома. Нужно было пересечь пустынную по праздничному площадь и в конце одной совсем безлюдной улицы сразу после древней пожарной каланчи свернуть в тупик налево. Извозное заведение бухвостого помещалось в глубине немощенного двора, засаженного по краям хилыми обглодными топольками. Наказав Таня обождать его недоле полутора минуток, Заварихин всыпал ей в ладонь горстку семечек и бежав в обитые колесами каменные ворота немедленно как сквозь стену исчез в хозяйском флигельке. Судя по всему там и прежде в тех же приземистых полукругом расставленных строеницах размещалась конюшня какого-нибудь москварецкого богатея. За минуткой потянулось несчитанное время и чтобы согреться Таня принялась ходить по улице вдоль деревянных по брови вросших в землю домишек шагов сорок от ворот до забора за которым красовалась стародавняя клонча. Здесь так и пронизывало уличным сквозняком прошлогодний ссор летел в глаза праздничное настроение у Тани стало иссякать быстрее чем заворихинские семечки. Вдобавок из затюливой занавески в нижнем на уровне земли окошке напротив появился какой-то лысый мужчина в подтяжках сперва он только ковырял в зубах разглядывая гуляющие вернее ее поминутно обнажаемые ветром коленки причем голову на бочок подгибал слегка после чего стал манить ее скрюченным перстом и показывать бутылку с явным приглашением разделить компанию. Тогда Таня вошла во двор обогнула флегелек и подзвинулся скамейки хомут с водкутым шилом пристроилась на заднем крыльце. Постепенно все существо стало проникать целебным спокойствием окраины. Впереди простирался пустырь со сложными без навеса штабелями грузовых саней в одном краю. Весь другой край двора занимала огромные полные вешние синевые лужи, то и дело рябившееся от ветра. Никто не окликал Таню, не глядел на нее здесь, а солнце пригревало ноги, а вокруг домовито пахло дальней дорогой и конем от груды навоза дымившегося на припеке. Таня безропотно просидела бы здесь хоть до вечера, лишь бы поминутно не встречаться с жалобными, с ощущственными глазами пугля. Через открытую форточку ее слуха достигал то надрывный плач младенца, то какие-то кухонные звуки вплетавшиеся в неразборчивую людскую речь. Таня стала прислушиваться от безделья. Незнакомый, осипший по случаю усиленного разговения голос, убеждал кого-то в могущести взятки на Святой Руси, а в доказательство приводил случай с собственным якобы Шурином, как тот однажды на каме в рассуждении страховой премии стуканул по ночному времени о крутой бережок боржонку с хлебом и с помощью взятки легко избавился от грозившего сдаяния. Ладно, Засей Вячесевич, ладно, ты мне посля расскажешь, но некогда мне, да нелогко ждут меня, пробулькал точно в бочку заворихинский, как будто голос, искаженный форточкой и посторонним шумом, и не подливая, хватит, хватит с меня. Ну уж, будто со стакана захмелел, усмехался первый, прерываемый якотой. Ты меня послушай, друг мой, Коля, по велику я тебе раскрываюсь для науки и примеру. Понимаешь, вызывает моего лоцмана в садовую инспекцию. Ах ты, собака тебе, дери, откуда такое получилось, что исправное судно ко дну пустил? Так, так, отвечает, раскат получился по водной поверхности, маленько не уследил, а сам понимаешь, заготовленная-то сотенная, какая поновее, зажимает ее в кулаке. Ладно же, говорю, ну ладно, хватит, потом доскажешь, совсем решительно на этот раз оборвал второй, и теперь Таня безошибочно распазала Николкин басок. Тут сочинитель один по благуше шатается, ты для него побереги свою побаску. А мне она ни к чему. Мне, брат, вот что, мне, брат, хорошую лошадку на денек нужно. О, под какой такой товар, Коля, в светлой Христов воскресенье возить удубу. Какой товар? То не товар за тебе возить, а желательно, понимаешь, мне, ну, девочки одной богатые удовольствия доставить, чтоб век помнила. А долго ты мне борода, ту твою хваленую, новокупленную. Ах, застонал тот, так дороже мне раскованные стои. Внимайся на неделе, нонечко, чего кататься-то? А ты затей от наставлений воздержись, и ценная твоя борода сохранней будет. В не слишком примирительном тоне отвечал Заварихин, и Таня впервые услышала, какие хрустки, камешки могут пересыпаться в обыкновенной человеческой речи. Подымайся, запрягать пойдем, а то застынет там на юру моя краля. Так ведь загонишь, спьяну, дьявол. А что сделаешь, если не дам я тебе моего конька? Завелил, засуетился Бухвостов, и тут Заварихин сердцем ответил что-то, чего Таня не расслышала. Ну, а ты не серки, айна, не черки, айна Старшова-то, милый Коля, уж больно-больно сердитый стал. Не сердитый это ночь давно уже в братских ямах покоится, жестко сказал тот, и опять конца фразы Таня не заслышала. Голоса временно пропали, и появились снова, лишь когда смирившийся хозяин направлялся со своим гостем к конюшням в обход флегелька. Ну, так бы ты сразу подсказал, что козырнуть перед барышней желаешь, уже услужливо, забегая сбоку сыпал мужчина с рыжей, шипско-всклокоченной на этот раз бородищей, а Заварихин шагал чуть впереди его, не удостаивая ответом. Да не, что мы не понимаем, любовь не жалеться, но, конечно, с квартиры не сгонишь, к темноте-то, по крайней мере, воротишься. Полно-полно виляет затей, надоел, сказано, не песок на ней вози, но вводи. Вскоре двухместные на неслышных колесах беговая качалка появилась из сарая, а следом за ней из отдельного стойла словно вынурнула на свет и самая кобылка. В злом молчании, то и дело, одергивая ее, танцевавшую во глоблях и самого себя бередя бессильной ревностью, Кухостов принялся запрягать свою гнидую красавицу. Таня, пока подходила к ним, имела время по достоинству оценить стройные и гордые животные, все стати, которые издали даже непосвященному, бросались в глаза. Ни считая своим закормленным и ради осанки, затянутым в ремешки цирковым сестрам, это обладало и диким, неукрощенным норовом. Легчайшая рябь пробегала от ветра по ее атласистой коже, как по сбежистой воде, и тогда видна становилась отборная игра всякой жилки, каждой мышцы в отдельности. Отстранив владельца концом, невесть откуда взявшегося и когда сломленного тополевого побега Заварихин потемневшими глазами пригласил Таню рядом с собой, и вдруг на мгновение ей стало бесконечно жутко этой жестокой ласковости в послушном и в то же время повелительном Заварихинском взоре так страшно, что непременно убежала бы в другое время, но теперь все равно, чтобы не ждал ее в будущем дома наедине с пуглим и собственными мыслями было бы ей еще тошней. Не запали, Николай Егорыч, еле слышно прощание, едва ли не со слезой ненависти взмолился Бухвостов к неумолимому дружку. Не загуби, не обезножь, главное. Он имел в виду то нередкое при неопытном издаке ранение, когда на крутом повороте лошадь сама засекает себя копытом венчик или плюсну на ноге. Ну, брось, прутищи-то, по что лошадь портит? Поберегись! Обронил сквозь зубы Заварихин и, колыхнув Танину ухабе, одним шевелением вожжи повел запряжку со двора. Экипаж вторично подпрыгнул на выбоине в воротах, лужа под колесом раздалась по сторонам, потом Заварихин в полудара щекотнул лошадь кончиком хворостины, чтоб знала тварь, кого и куда везет, легонько коснулся счастливого места на бочку и та дрогнула, даже замерла на мгновение, однако не опрокинула, не понесла, словно уже понимала, что издок в охмелю и беспощаден сейчас ко всему на свете и в первую очередь к самому себе. Вдва маха она вынесла бухвостовскую качалку из переулка на широкий простор праздничной тишины. Похоже было, что никаких других звуков в целом городе и не было сейчас, кроме звучного цоконей копыт до мягкого шелеста резиновых шин. Таня не смело прижалась к ледяному Николкину брезенту и вот всю ее охватило то блаженное безразличие, с которого по ее многолетним догадкам и начинается истинное счастье. Никогда еще ей не доводилось ездить, вернее, так близко быть, вдвоем с мужчиной все время чувствовать сбоку его угловатый неудобный локоть, причем на виду появлявшихся по сторонам прохожих, чем странно удваивалась степень удовольствия. И потому с какой-то особо сытной остротой она ощущала и встречный жгучий ветер прямо в лицо, и благословенно загадочную неизвестность впереди, а прежде всего этот непреклонный бег красивой лошадки, которая с такой легкостью играете, чуть в раскидку, и, главное, без всяких усилий, ставя копыта, несла ее, Таню, прямиком к ее судьбе. За что? За что он вас так боится, этот тяжелый, рыжий и неприятный человек? Внезапно спросила Таня, потому что хотела проникнуть в мысли сидевшего рядом с нее. И кто, затеет Васильевич? Так и как сказать, эти люди, оно тех более всего боятся, кто сам себя в жизни щадит, отвечал Заварихин, искусно играя вожжами, досине перепоясавшими руку. Опять же, грешок на нем не один имеется, промеж нами сказать, человеку он царской злоби выдал, а тот возьми, да опознай его в гражданку, ну, по военному то время, знаете, без волокита, к стенке становись и до чего живусь, мой затея, землицей был присыпан, в канавке бездыханно лежал, а ведь ожил суткин сын, ума не приложу, каким он манером оттуда выпростался, с нехотю лошадку довел, прямо сказать, а ведь прям любительское, эко славные приспособления, лошадь, с давнего детства страсть моя. Они выехали на просторную, старинным булыжником мощеную площадь, тоже почти совсем пустую, даже бесположную, милиционера посреди. У меня брат родной тоже коней обожает, тихо сказала Таня для установления дружбы и взаимного доверия и покраснела. Что, что вы сказали? И за ветром не понял заварихим. Я сказала, говорю, брат мой тоже в кавалерии служил, громко повторила Таня, прикрывая рот ладонью. Да ведь вы помнится встречались с ним. Ага, точно, сдержанно усмехнулся заварихим. Случалось промеж нас маленько. Ничего, ножовые-то встречи небесполезные, в них зато всего человек видать. Не понимаю, чему-то содрогнулось и слегка отодвинулась Таня. А потому, что в них-то, в этих встречах, вся людская повадка насквозь видна. Я в мальчистике бывал только на кулашнике и подбирал себе приятеля. И ведь ни разу, заметьте, не ошибался. Лошадь пошла шагом, предоставленной самой себе. Заварихин стал рассказывать былые картинки из жизни прежней северных областей деревни, которые еще с младенческой поры навечно вырисовались ему в память о необузданных гульбах на последнюю копейку или о бесропотном трудовом подвиге на сплаве, лесосеке, на пашне. По существу ранние Николкины воспоминания вовсе не выглядели так раздольны и заманчивы, как ему хотелось, но он испытывал странную потребность разукрасить в глазах этой женщины мнимые прелести крестьянского быта. Каждое мгновение он по-мужски ощущал на себе Танин косой и изучающий взор, будивши у него вспышки, бессознательные удали, для того лишь будивши, чтобы немедленно сковать столь же незнакомой ему робостью подчинения. надо полагать сопротивление своему неминуемому теперь плену и выразился Заварихина в поступке, который при других обстоятельствах у него самого вызвал бы жестокое осуждение. Увлеченная не столько заварихинским рассказом, скорее заразительным трепетом его волнения, Таня так и не заметила, как подвернулся ему случай для дурного молодечества. Заварихин обошелся со своей жертвой всего лишь в стиле какого, по его понятиям, входящего в силу крестьянского парня и заслуживал всякий осколок от джетового дня и режима, но в сжавшемся Танином сердце те же самые приметы слились в ощущении вопиющего жалости беззащитного убожества и рваные, латанные цветным лоскутом плечоизвозчего кафтана и перекошенные на одно крыло пролетка с потрескавшейся лаком кожаного верха, а пуще всего выношенной под сиделку и ворс на спине ну, самой несусветной клящи, какую только могло представить Танину воображение. Словом, заварихинская игрушка оказалась извозчиком почти пугливого возраста, и на беду его на всем протяжении их безумной неравной скачки не попалось ни одной пролетки с товарищем на козлах, чтобы помог старику расквитаться с обидчиком. С виду, впрочем, был он не очень как будто дряхлый, еще держался за привычное ремесло, наверное, кормился со старухой нищим доходом от своего меренка, выплачивал окладную подать наравне с прочими нэпманами и на стоянку по утрам выезжал с надеждой, что авось, авось, разгулявшаяся волна моря житейского, не затронет его, помилует, любовно охлестнет сторонкой. А на деле вместе со своим почтенным конем давно уже сошел он на крайнюю ступеньку возраста и общественного нерасположения, когда можно простым щелчком начисто вышибить человека из жизни. Оба они, хозяин, и его понурый кормилец смиренно дремали в ожидании седока, когда, поравнявшись Николка в приступе необъяснимого и бешеного вдохновения, наотмашь хлестанул кормильца кнутом, не шибче опрадовался он потом перед Таней, чем крестьянские ребятки стягают кубарик на полу. Однако нападение было столь неожиданно, что бедный одер вскинулся весь, поддал задом, пытаясь отбрыкнуться, а владелец его чуть не повалился в сквозил, и все вместе получилось так комично, что, несмотря на жалость и естественное возмущение, Таня не смогла удержать невольные усмешки, которые Заварихин не замедлил принять за одобрение придуманной забавы. Пора, пора на сапоги сдавать твою животину, отец, придерживая ход, обронил сквозь зубы Заварихин и еще раз черканул кнутом в полсилы. Хе, всяку падаль, да еще в светлый праздник на улице тащат. Совести нет у людей. И такое горше смерти унизительное небрежение пролучало в Заварихинском тоне, что простить его не смогло бы теперь ни одно живое существо на свете. Тот же старик пришел в мелкое самотошливое движение, он зашмокал, задергал своего мерина, который, показалось, Таня даже оглянулся сукоризной на хозяина, и вот, привстав на козлах с ответной руганью, он же мчался вдогонку за оскорбителем. Весь запас его непритязательной брани был явно недостаточен для такого случая, да и тот быстро иссякал при столь нерасчетливой трате, от повторения же снижалась как свежесть, так и степень воздействия. Тогда старик сам попытался дохлестнуть до нахального молодца его спутницы ветким и негрозным кнутишком, тоже без всякого успеха. Недосягаемый бухвостовский экипаж бесшумно катился корпуса на полтора впереди, от дребезжавшей, готовой рассыпаться пролетки, и то, что без труда давалось холеному рысаку, стоило предельной затраты усилий его обделенному родичу. Достаточно было вожжой шевельнуть, и тотчас погоня отстала бы, но Заварихин медлил, тешился, выдерживая взятую дистанцию. «Перестаньте, Николай, отпустите их Заварихин, они же старые совсем!» С мольбой заранее зная, что напрасно твердила Таня и цеплялась и гладила со всей нежностью окаменевшую Николкину руку. «Ничего, ничего, Гела, пускай Малыш погреется по холодку, ничего, злость на безденежье, ведь она ошибки водки греет. Опять же, возьмите во внимание, какая замечается упорство у русского человека, ведь ему бы хоть замертво пасть, а бы вдарить сласть!» не разжимая зубов, цедил Заварихин ради пущей выразительности сминая и коверкая слова. Ведь по что казалось бы, худые он ее гонит, неповинные свою животину, да рожьи сравняться с нашей чертовкой, ведь это захудаловая тварь, миловая гела, со младых летов сецом тнебалови, ведь все на непосильной работке, да на сенной трухе, а подмосковные тсена, ведь они уж 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 плохие, они штоптанные, дымом травленные, несытные, от них обыгранный бык возьмем к примеру, и тот с негодованием отворотится, а не то, что конь, эх! и наугад хлестнул по морде за спиной у себя задыхавшуюся лошадь, чтобы не отставала. «Злой вы, злой, злой!» на взрыв прокричала Таня, «Остановите, отпустите меня!» «Ах, да ведь это же вас тоже одно заблудение, говорит Гела, ведь он же убьет вас теперь, он вас насмерть своим кнутишком захлещет, ежели догонит, печально и рассудительно говорил Заварихин, на слух оценивая степень лошадиной задышки подади себя напротив, в своем домашнем обиходе я далеко не буян, дрозит гей иначе в подобной самотохе выжил, а ка бы вы узнали, сколько раскового тэдокта и Николку Заварихина башкой о мостовуху колотили, а ли всякие там специалисты подходящими плоскозубцами дух из него вынали? Так вы бы не то, что похвалили Николку, вы бы даже наградили меня за такую мою выдержку, но нет, я не жалуюсь Гела, это и есть жизнь». Тем временем широкая магистраль окраины сменилась людной улицей поуже, где нарядные граждане по случаю праздника гуляли целыми семействами, иные с бабушками или же котя детские коляски перед собою, и все там намертво затихло плачь и смех детский, поглощенный невиданной гонкой. И значит, несмотря на возникавший при виде ее азарт, несмотря на бесплатное зрелище со сверкания спиц лакированной коляски, совластителем жизни в кортузе, с барышней в распустившейся по ветру вальки, словно была разгадана улицей, низость происходившей потехи. Точно с таким же суровым отвращением простой народ созерцает казнь, кощунство или другой немываемый грех. Чеканной классической рысью словно вошла во вкус издевательского состязания, шла гнедая бухвостовская красавица, а за ней на излете души с грохотом, с матершиной похожей на рыдание неслась сама земная нищета. Гикая, стоя в рост, старик со слезой предельного озлобления выхлестывала своего мохноногого меренька остательную силенку на решительный рывок, лишь бы догнать, вцепиться в противника и рухнуть с ним в обнимку, и в том состояла коварная заварихинская игра, чтоб каждое мгновение быть почти досягаемым и этой надеждой держать погоню как на привязи. Стало бессмысленно молить его о пощаде, извернувшись на сиденье, за поля придерживая шляпку, поминутно сдуваемую на глаза, Таня подавленно глядела назад. До крови процарапанный Танин подбородок терся о шершавое заварихинское плечо она не замечала. И хотя молчание давно означало сдачу и обед ни в чем не перехить предзаварихинской воли, он еще продолжал забаву, чтоб показать спутнице хотя бы на своем братье-мужике какие исключительные развлечения может доставить к месту примененная сила. Таким образом, Таня видела и конец погони. На глазах у ней загнанный коняга со всего бега рухнул на передние колени, так что оскаренные прижатые к мостовой и ся в пене морда ее почти утонула в наскользнувшем хомуте, впрочем, животное еще билось под кнутом, скреблось копытами, сились подняться на задние ноги. Но потом Таня так плотно зажала лицо ладонями, что самое дыхание ее замкнулось. Как всегда, толпа мешала с запозданием, и вот одни деятельно грозили кулаками, выражая законную вражду к чрезмерно торжествующему превосходству, другие же, пренебрегая отдыхом и праздничной одежей, добровольно с обеих сторон улицы бежали наперерез за Варихину, который, остановив запряжку, дразнил, скалил зубы в улыбке, ждал последней точки. Текли мучительные секунды, наслаждение страхом, лошадиные ноги мелко дрожали, а стройное легкое тело ее щит наклонялось вперед, уже смыкалось кольцо, и вдруг крикнул своей спутнице держаться за него, за Варихин полоснул лошадь, снова появившийся в его руках хворостиной, как стеклянные, разлетевшиеся от удара. «Эх, горы да овражки!» по-емщицки вздохнул Николка, отпуская вожжи, ровно никого не было впереди. «Эх, лесотемные!» еще унывнее повторил он, и Таня подумала, что верный дед Николкин емщик то же самое покрикивал, ведя сквозь ночь почтовую тройку. Людская петля раздалась, лошадка, точно невесомая, вынесла в прорыв беговую качалку, кто-то догадался вскочить на подножку подоспевшего грузовика, и одно время машина на коротке мчалась следом, но, видно, шофера не по пути оказалась, и пока преследователи припирались, разделявшие их расстояние непоправимо возросло. После сворота на параллельную улицу, возвращавшую на загородные шоссе, Заварихин дважды сменял направление на очередных перекрестках. Гамм уличного происшествия и гудки погони все погасло за спиной, город отстал, а заодно с ним и Танин страх за будущее. Ах, в конце концов от себя самой она еще больше устала, чем от приключения, и уже порывом безграничного подчинения она приникла к твердому Заварихинскому плечу. Скакнул петух из-под самого колеса, проводили лаем пригородные собаки, и вдруг ничего не осталось кругом, кроме какой-то малоежной дороги до призрачной предвестной тишины. Они были под открытым небом наедине. Проселок выводил мелколесие, где держался, пока стоял и сырой холодок. Природа воскресала кругом, но пока не хватало у нее сил сдвинуть себя в могильную весеннюю плиту. Лошадь пошла шагом, остывая и оставляя рубчатый след резины в необсохшей колье, Заварихин молчал, рассеянно следя за мыслями своими и проползавшей мимо рощицей. И тут как-то само собой возникло в нем неотложное такое намерение, и приткнув лошадку в кусточках побродить бы часок с доставшейся ему барышней по окрестности. В скорости подоспело в самый раз удобное для начала местечко. Ковыляя с колеса на колесо, экипажик спустился с невысокой насыпи на лужайку, однако ближняя уютная полянка оказалась занятой. Там на низовом майском сквозняке блаженно раскинувшись на прошлогодней травке отдыхал подгулявший птицелов. На пригорке виднелась настороженная ловчая снасть, а в клетке рядом, цепляясь кривыми клювами, за проволоку маялись две птицы. Подойдя к спящему, Заворихин покачал головой, шевельнул ногой порожнюю бутылку и, нагнувшись, без единого слова, выпустил пленников на волю. Чего невинной твари гибнуть, пускай порхают на приволе. Думаете, простудится, встревожил Станя, по этой поре непременно помрет, пойдем отсюда, хмуро обронил Заворихин и долго еще ворчал, возвращаясь на дорогу с лошадью в поводу. Нет, не уважаю я, людишек, то кусок изо рта вырвать норовят, то под ноги тебе валятся, самое тебе удовольствие сгадить. Пойдем, гела, а вось найдется где-нибудь и для нас сироток сокрытный уголок. Через полверсты лесок стал погуще, с приветными кущами и как будто прозеленевшими с горьями, и тут в шагах в стад дороги Заворихину посчастливилось наконец подобрать лужайку для стоянки. Привязывая лошадь к березе, он испытывающих чуть искосов взглянул на Таню, она заметалась тогда, поникла, спросила с бивчивым тоном любознательности и тревоги, что за птиц милых таких выпустил Николка на свободу, не чижей ли? На деле она ничего не знала про чижей, даже воробья от них не отличила бы, а спросила лишь для маскировки своего замешательства. Заворихин разъяснил, что мастью чиж скорее в желтизну вдаряет, опять же высокие места обожает чиж, а те в клетке были обыкновенные клесты. Выдовича пожалели их, добивалась Таня, чтобы убедить себя в чем-то, что никак не давалось ей. Кого это? Птичек-то? А чего их жалеть? Они во льгот не нашего живут. Просто так отпустил, чтобы товару зря не пропадать. Тане показалось, что он нарочно упорствует в грубости, чтобы не отступать от задуманного, а ей хотелось верить еще во что-то сверх того, что теперь уже неминуемо должно было случиться. Она собралась переспросить поточнее и вдруг забыла, о чем ей так хотелось спросить этого страшного, чужого и все же чем-то привлекательного ей человека. Тогда, не сводя потемневших глаз, Заворихин протянул Тане руку, больно стиснув ее запястье и в полушутку предложил пройтись, оглядеться, не припасали для них там подарочка весна. Там впереди вроде потише будет, прибавил он помнится, тоже не своим, каким-то ровно простужным голосом, хотя ветер к тому времени почти утих и небо стало затягиваться теплым мглою. Еще хотелось Тане просить, чтоб помедлил, чтоб не так, как все, но стало уже поздно. Все произошло с будничной, напугавшей Танью простотой, после чего Заворихин, верно, как все одни, сидел с поджатыми к подородку коленями, ковыряя в зубах прошлогодней травинкой, а Таня еще полулежала навзничь на его брезенте, рассматривая побуревшие, начинавшие пылить сережки орешника, свесившиеся над самым ее лицом. Прямо перед нею простирались подмосковные, изрезанные ложбинками дали со сквозными перелесками на сбегающихся горизонтах, промытые ветром окрестность проглядывалась с отчетливой до скуки резкостью, так что ничего там не оставалось, ничего не оставалось недосказанного сейчас, как и в Таниной жизни. И точно сжались тонкий лучик солнца, не самый поколучик, а лишь предчувствие его просочился сверху, и только благодаря ему Таня увидела рядом возле самого своего виска едва распустившуюся, еще озябшую и пушистую ото сна лиловую медуничку. Насколько хватило зрения у Тани, она там была единственная. Брачный подарок весны вполне соответствовал размерам Танины счастья. Точно ощутила смертельный зноб в лопатках, исходивший от ледяной еще земли. Ежеси содрогаясь, Таня присела в суматош и принялась оправлять волосы шаре под собой рассыпавшиеся шпильки. Больше всего ее пугало заварихинское молчание. Тогда она решилась. Ты ведь сегодня немножко выпимший был, Николушка, да? Мне там с крыльца еще все слышно было, как ты с этим рыжим чокался. Я понимаю, праздник, но со мной ты уже не будешь столько пить, да? Чтобы это не повторялось больше, верно? Ну, поклянись мне, Николушка. В чем это? Недовольно спросил заварихин, сплюнув на сторону надкушенную былинку. Ну, в том, что никогда, никогда не будешь со мной вот так же поступать, как с нею, с той несчастной клячей давечью. Едва слышно напомнила Таня, и лишь бы не обиделся, неловко, и быстро, куда придется, коснулась губами его обветренной шеи. Если бы ты видел, Николушка, беспощадное, какое стало у тебя лицо тогда, ну, когда ты на нее замахнулся. Кажется, самая дикость сопоставления смутила немножко его некистую совесть. Ну, то совсем другое гело, там игра жизни, а на тебя какой мне резон замахиваться? Господи, да я другого, кого за тебя на части разыму. Таня благодарна и смело погладила его руку. Тогда скажи заодно, Николай Заварихин, но только чистую правду, а то, ой, плохо тебя станет в жизни за меня. Скажи, продолжала она суровее и волнуясь, и что ж, я действительно нравлюсь тебе, хоть чуточку, а то как же, убежденно, только без особого жара откликнулся тот, ты для меня на свете самые красивые, ну, почти, а в тот раз в цирке, как стало подниматься в высоту, ну, понимаешь, сердце у меня страхом, и еще не знаю, чем-то зашлось, я потому и крикнул, что не знал, ну, как мне скинуть тебя с души, но веришь ли, гело, в тот раз захоти ты любое для проверки от меня, да я бы тебе коня на плечах тебе притащил бы, а чем, кем я тебе красивые, поспешно, пока не остыла, стала добиваться Таня, уж очень хотелось ей, чтобы хоть с запозданием, но помянули бы немножко, и про любовь, ну, как тебе сказать, гело, ну, вся ты какая-то на черного лебедя похожая, за неделю перед тем он имел случай тоже по развлекательной оказии любоваться с приятелями черным лебедем в зоопарке, я и сама знаю, что смахиваю, простосердечно смеялась Таня, хоть на улице не выходи, всегда у меня нос краснеет с холоду, и потерла самый кончик, тогда Заварихин принялся всерьез возражать ей, нет, сравнение это осенило его тогда же, тот скандальный вечер, когда она в черном плаще выбежала для него на арену и стала подниматься, как он выразился в бездну над головой, и значит, так понравилось ему с тех пор удовольствие страха, что отныне обещал Тане не пропускать ни одного его выступления, если только не в ущерб коммерции найдется свободный часок, странным образом, от одного упоминания о цирке настроение у Тани испортилось окончательно, вдобавок, все еще не прошел пронизывающий доломотый холод в спине от лежания на сырой непрогретой земле, и не к месту вспомнился еще тот неосторожный с синими губами птицелов на майской травке, поеживаясь, со скукой в голосе, она запросилась домой, Заварихин поднял с земли свой брезент и на свистове стряхивал с него приставший лесной ссор, они возвращались ближней дорогой напрямки, как пояснил Заварихин, и тут оказалось, что до города рукой подать. В воздухе похолодало, стало накрапывать, колеса вязли глубже в чавкающей колее, самый экипаж в конец утратил свой праздничный глянец. Когда на одном ухабе Таня схватилась за Николкино плечо, ее рука пощудилась Заварихину стопудовым грузом. Ничего так не боялся на свете, как женщин. Тем не менее, в конце пути Заварихин предложил Тане жить вместе, как муж и жена, причем выразился в том смысле, что каждому семечку долго летать без дел не положено, пора корешок пускать. Рискуя подпортить дело поспешностью согласия Таня с молчаливой признательностью пожал локоть своего внезапного жениха. Конечно, немножко пугала своеобразная форма предложения, но ведь есть же совесть в людях. Опять же, даже у собак при хорошем хозяине бывают и дом, и покой, и дети. Когда из-за последнего бугра стало подниматься мутное фабричное небо, словно не мыли его с утра, Заварихин в последний раз приструнил на полную рысь бухвостовское чудо, скинул к рту с Таней на колени, предоставляя встречному ветерку выдуть, вычислить любовную чепуху из головы. Город все больше захватывал их в свое кольцо плоский, неизбежный, бескрасочный, у окраины проскочив сквозь вихрь закружившийся гадкой пыли, Заварихин неожиданно и повторно распространился в ближайших планах на будущее, но то ли с глазу боялся, то ли по иной причине прибеднялся до поры, только Таня теперь после случившегося они показались строгательно скромны, хотя часа три назад звучали для смешного самонадеянного, ну, в гости не зову пока тебя, Гела, вот на новую квартиру переберусь, тогда и съедемся, говорил Заварихин, и тут за разговором оказалось, что они почти достигли уже того самого переулка, откуда началось их нынешнее свадебное путешествие, вот ты сказала, давеча, ни горшка у тебя, ни гвальдя своего, так вот запасайся хозяйством, человек должен на земле своей прочно стоять, чтобы не сдуло его с ног какой-нибудь там несвоеременной бурькой, много их, нанче по свету бродит, он насадил лошадь у подбитых бухвостовских ворот, эх, забыл совсем, может, домой тебя завезти, она заколебалась, да нет, спасибо, ведь у меня две остановки всего, я и на трамвае доберусь, и она постаралась убедить себя, даже что так лучше, чтобы среди соседей не пошли они предъявременные слухи, которые, как она по опыту знала, могли завершиться всеобщим горшина смешки сочувствием, вот и славно, тебе недалеко, правда, тут, а то мне еще надо вот лошадку затею сдать, да нужного человека навестить до вечерка, но, он зашел на мостовую проститься, и, вспомнив на всякий случай, не очень больно на этот раз обнял Таню, ну, теперь за тобой очередь, призывайся этот в цирке, кто этот Стасик у тебя, с утра спросить забываю, о, ты не думай о нем, Николушка польщенно зарделась Таня, и заодно эту нечаянную ревность простила ему многочисленные мужские оплошенсти того дня, у него своих ребятишек детский дом, и он преданным больше всего на свете, а забоченным взором проводила Таня въезжавшую в ворота жениха, и все не могла решить, следовало ли ей благодарить Заварихина за эту, в общем, удачную пасхальную прогулку. На деле же ей просто хотелось подавить в себя одно уж последнее, но самые существенные сомнения, как будто еще возможен был шаг назад, как будто от одной ее воли зависел выбор житейских обстоятельств. Стоя за кирпичным столбом, Таня видела украдкой, как сломя голову сбежал с крыльца Бухвостов, вдоволь натомившись у окошка, бежал и уже спрашивал на бегу, дивно ли покатались, досото ли, без приключений и фли. Ничего такого с нами не случилось, и не бойся, а ты поди натерпелся страху, борода, смеялся Заварихин, соскакивая с качалки, принимай красотку в сохранности, как ей кличка-то? Фортунка! Тоном упрека отозвался Бухвостов, оглядывая, оглаживая лошадь, только тут признаваясь, сколько плотина. Своих денег стоит, чистая сатана на ходу, прервал Заварихин. Он полез было за платком, вытереть забрызганные грязью пальцы и наткнулся в кармане на предназначенный Тане букетик, правда, очень изменившийся под влиянием происшедших событий. Машинальный, без сожаления, выкидывает цветы на груду дымившегося навоза, Заварихин так и не вспомнил, откуда взялась в его кармане эта мокрая, мятая, склизкая трава. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok